Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас отвидеть у себя в гостях. И сегодня мы с вами посмотрим взлом телеканала ТНД Архас Геймплейс 190. К сожалению, я должен был давным-давно ещё записать реакцию на данный взлом, но только додумался сейчас это сделать. Исправляюсь. Но перед тем, как мы начнём, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о вам канале своим друзьям и положительно покомментируйте. Уставитесь поудобнее, наливайте челосы мочеком и... погнали! Будет очень интересно! Первая часть взлома телеканала ТНД называется «Взлом телеканала ТНД решил не дождаться июня». Напоминаю, данный взлом вышел ровно 3 месяца назад. И за эти 3 месяца я должен был снять реакцию. Но снимаю, к сожалению, только сейчас. Но, тем не менее, я думаю, это видео получится классным и интересным. Ну что ж, друзья, переходим к просмотру данного взлома. Поехали! Была у нас передача телеканала ТНД «Ипровизация». На всякий случай я сюда вставлять это не буду. Далее у нас чёрный экран. И затем появляется ожидание сообщения правительства. То самое, которое сделал один пользователь Ютуба ещё в далёком 2013 году. Интересно, сколько я уже за видосы с реакциями на взломы сказал это. Появляется у нас настройшая таблица. И у нас тут есть надпись «ТНД» красными буквами. То есть логотипа ТНД здесь нет. Логотип ТНД можно увидеть только во взломе ТНД от Миланы Макеловой. Реакцию на которую я уже на канале делал. Можете посмотреть. Видео уже есть. Так, у нас интересный переход. И у нас тут песня про 1 сентября. Пап, меня выкнули с линейки. Ооо, Арни и Марат собственной персоной. Что, за что? Я ему от души песню спел. Какую? С первым сентября Антонина Бассина. Мне уже тошнит тут от всех и от вас. Уже не дышит почти и старичка. Трудовик алкаш и физрук. Какая классика. Признался отцу. Ммм. Окей. С мамой вы уехали на море. Дашь поесть, да? А я Катеньку привел домой. Ого. И забыл, что дома есть бабуля. С чего? Катя с Ашкьюди, а я бухой. Что за Ашкьюди? Я в этом песне. Бабуля выпила вина. И не спится до утра. И я тогда снял с ее уха аппарат. Что, че? Хороший вопрос. А чтоб не слышала она, как я и Катенька моя в соседней комнате. Динь-динь и талая. Бабуля. Это уж точно. Это уж точно. Задача для Арни. Хорошо. Кстати, переход между сценами очень интересный. У тебя 4 нектарина. 2 я забрал. А потом 1 тебе кто-то подарил. А потом я пришел и... Вот до сюда, до этого. Сголоса. А потом я пришел и 3 отнял. Сколько нектарином осталось? Ноль ни одного. Молодец. Да. А нектарины мои, я в кушать хотел. Ты просто нектарины не забрал. Он всего лишь хотел мандарин. Че, Агни и Магат опять? Я так понял. А я тоже мандарин хочу. Я за эту песенку спою. Вот тебе. Дай сюда. Мандарил свою песню. Сегодня были на уроке химии. Отстанговая. В колбочках раздали нам раствор. Так. А мы с Катюхой самогон создали. Есть подозрение, что 70% самогона от шуточного самогона Супертанка. Я в этом уверен. И тут поднялся в классе. Дикий ор. Сейчас как там субботник. С Катюхой тяпнем по 100 грамм. Ничего себе. Учитель в шоке. Катя в классе. А ты мне надоел уже с вами песню. Два часа поеду. Па, я теперь могу хоть час петь. Тикток объявил конкурс. Одна минута не предел. Где они разыграют 1 миллион рублей. Сколько? Один миллион. Интересно. Такой, кстати, конкурс был. Я помню. И что для этого надо? Для этого нам всем надо снять длинное видео. Так. Попасть в рейтинг и разделить миллион рублей. Как попасть в этот рейтинг? Тебе надо опубликовать видео длительностью более одной минуты. С хэштегом одна минута не предел. За опубликацию одного видео ты получишь 100 баллов. Интересно. А за каждый лайк поставленный твоему видео, ты будешь получать по одному баллу. Это, например, если вам поставят 1000 лайков на вашем видео, то вы получите 1000 баллов, грубо говоря. В рейтинге будут показаны 20 топовых авторов. Места ранжируются в зависимости от количества баллов за один раунд. Кстати, да. Такой конкурс реально был. Был. О, я не помню, кто выиграл этот конкурс. Если вы вдруг знаете, кто его выиграл, можете об этом написать в комментариях. Так что мы с тобой уже участвуем. Видео у нас уже более минуты. Да. Так что дай мандарин мне. Малень, тебе сейчас как дам. Там же шли мне он дамит. Да, конечно, пап. Среди победителей тикток разделить. Все нормально. Ну тогда я пошел снимать видео. Да, да. Да, дай сюда эту мандарин. С Катюхой мы по 50. И весь наш класс. Участвуй в конкурсе от тикток. Одна минута не предел. И выиграй миллион рублей. Агни всегда четко объясняет. Боится зубного. Интересно, интересно. Посмотреть. Точно не боишься стоматолога? Легенды. Легенды. Сразу хотел убежать. Нет, я что, ребенок, что ли? Он уже второй раз говорит этот вопрос. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да. Я же говорю дома. Полоскогубцы. Ахахахахахахаха. Ну что? Давай мы глаз, чтобы этих ударили. Черт. Не, не, замолчи, да? А давай еще вот этот ударим. Вот он тоже надо. Не, все. А он надо там, я заплачу. А вы иди. А он проет себя. А секунду, я как-то вижу. Что ты с ним сделал? Ну, не знаю, были ли такие симптомы у вас после похода к стоматологу. Мне вообще надо на тот момент. Затроллил папу. О, что-то интересное. Давайте глянем. Вот когда смотришь Арни и Марата, тебе хочется реально усыкаться за смеху. Это то же самое, если ты будешь смотреть Ботаника, там, Пэгу, или какие-нибудь интересные смешные видео, или же там смешные рекламы, и так далее, и тому подобное. Папа, я сейчас занят, позже, чуть наберу тебе, позже, чуть позже. Так. Так, да, еще раз, сразу, сразу, следом, следом еще. Так, едем дальше. Кстати, и тут функция используется в FaceTime. Как раз такая функция есть, по-моему, на iPhone'ах и на Mac'е. Пап, ну я же говорю, занят, пап, ну чуть позже, серьезно, позже. Вы прикол поняли? Я думаю, вы уже поняли прикол. Еще раз, следом, следом, следом. Пап, ну занят, снимаемся. Да, ахахахаха Прошло 10 минут, еще раз Звоним папе А тут бах и он придет Ах ты сволочь Да ты мне звонишь Я так и думал Что это он придет О, у нас тут я вижу Появилась настроечная таблица Снова И уже ролик почти подходит к концу. Думаю, дальше нас ждёт что-то поинтереснее. И, кстати, можно сказать, что взлом телеканала ТНТ это единственный взлом, реакцию на который я снимаю спустя долгое время после его создания. Мемы 13 карт, зелёные очки. Кстати, вот эти песни Мемы 13 карт появились впервые именно в этом взломе. Именно в этом. А у Миланы Макиловой они появились как раз с первого её самого взлома. Реакцию на которые тоже я делал. Можете на канале посмотреть видос. А, простите, я чуть перепутал. Это РВТП на Мемы 13 карт. Мы летим, 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 летим. Маски разгон, нам пизда. Зелёные плакаты на разных языках. Зелёные охоты уплыли в океан. Зелёные доходы приплыли в карман. Рот открыл и молчит. Зелёные станки. Минно происходит на зелёные очки. Вновь у нас появляется насрочная таблица. Старая добрая насрочная таблица. Интересно, что же будет дальше? Мемы 13 карт, половинка моя. У меня есть подозрение, что будет снова РВТП. Я, кстати, так и подумал. Мемы 13 карт. Мемы 13 карт. Мемы 13 карт. Мемы 31 карт. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, появился чёрный экран Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас заработать. Доверься, сынок, дирак. Чуть-чуть, пару, пару. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. И телевизор такой. Люди, помогите. Я так больше не могу. Ха-ха-ха. О, сахарница. А ты думаешь, мне так легко? Ха-ха-ха-ха-ха. Песня про биологию. Сегодня на уроке биологии Мы проходили размножение. Так. Узнал я, что тычинка делает с личинкой. Пестиком своим тык-тык-тык-тык. Ха-ха-ха-ха-ха. И тут я Катеньку позвал. И все наглядно показал. У-у-у-у. Наш учитель меня с класса выгнал. Вот в последнем случае так и произойдет. Геннадий Палыч, ну пардон. Какой вы все-таки галаном. А-ха-ха-ха-ха. А-ха-ха-ха-ха. Воу. Песня про трудовика. Одобряем. Поехали. Урок труда. Он был с утра. Мы лобзиком пилили все трудовика. Ха-ха-ха-ха-ха. Не-не, шутка, 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 пап. Все, все, не-не, это разогрев. Это шуточка, пап, это шутка. Сейчас серьезно, реальная песня. Все, все, реальная, все, пап. Это классика жанра. Как я ненавижу эту алгебру. Учитель наш Георгиевич Константин. Зачем-то говорит про многочлены. У меня ведь есть уже один. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Помогите решить задачу. Так. Интересно. Папа, помоги мне решить задачку. Я пошел со своей задачки. Поехали. Антонина Александровна, здрасте. Я не могу вашу задачу решить. Слушайте, в зоопарке было 20 тысяч птиц. Так. Синичек было на 5 тысяч. Какие синички? Кирилл, я вообще видел. А ворон было на полтора тысяч меньше, чем горачей. Сколько... Просто учитель взял и бросил трубку. Она сбросила. А в конце, как обычно. Песня про русский язык. Окей. Сегодня на втором уроке русского Рассказывали про склонения. А мы на задней парте с Катюхой выбивали. Отмечали ее день рождения. Где-то мы уже это слышали. Причем не один раз. И тут Катюха напилась. И очень сильно разошлась. А вот это уже плохо. Можно это не комментировать. О, реклама мифа. Давайте взглянем и посмотрим на это еще раз. Это реально старая реклама мифа. Миф в морозная свежесть. Реально старая реклама мифа. Это как раз та самая старая реклама мифа, которую по телеку всегда показывали. Возможно, кто-то ожидал увидеть немножко другую рекламу мифа. Но здесь показали чисто оригинальную рекламу миф морозная свежесть. Морозная свежесть. Итак, теперь впервые в этом взломе у нас грейшип появился. Его вайн под названием Каникулы. Поехали. Напишите в комментарии, знаете ли вы эту песню или нет. Я ее название, к сожалению, не знаю, но песня очень знакома. На учебу не пойду. Хавью, ду-ю-ду-ю-ду. Вынь затычки из ушей. Бать, ты что пугаешь-то? А что ты бездельничаешь? У меня каникулы. То есть, получается, тебе заняться нечем? Ну да. А, ну иди тогда снег чист. Алло, Колян. Положь трубку. Да погоди ты, бать. Что говоришь, Колян? Елизавета Поносовна позвонила, сказала, что нужно разделиться по парам и срочную презентацию сделать. Все, сейчас приду, давай. Стоять. Здравствуйте, Елизавета Поносовна. Здравствуйте. Это отец Пуканова. А что у вас с голосом? Я заболела. А, ну желаю вам скорейшего выздоровления. Угу, так я вам и поверила. Это, у меня вопрос. Вы никому не звонили из класса по поводу презентации? Нет. Повторите, а то я не расслышал. Пошел в жопу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Понял, и вам всего хорошего. Елизавета Поносовна сказала, что она никому не звонила из класса, не просила никакую презентацию сделать. Так что лопату в зубы, бегом снег чистить. Хорошо. Пацан, к успеху шел. Не получилось, не фактануло. Сборник вайнов, Лавери Сэм, пятая часть. Лавери Сэма, по-моему, давно не было у нас. Давайте глянем. О, конфета. Так. А, нет, не конфета. Я не могу. Что это? Песня, песня задом наперед. Пап. Едем дальше. Я паспорт получил. О, ну давай проставляйся тогда, сынок. Одну минуту. Алло, малой? Братик, чё звонишь? Ну чё звоню? Я паспорт получил. И что теперь? Всё, давай, короче, мозги мне не компостируй. Мне не надо. Ха-ха-ха. Ну что, ты будешь проставляться? А это как? Ну какая у тебя последняя цифра в номере паспорта? Столько литров пива ты и покупаешь. Последняя цифра? Посмотри. Ну понял. О, ну что, купил пивасит? Да. Давай сюда. Так она же пустая. У меня в номере паспорта последняя цифра ноль. Вот я и купил. Ноль литров. Э, логика. Где твой паспорт? Вот. Дай сюда. Опа-на. Ты смотришь? Иди за новым паспортом. С нормальными цифрами. Ха-ха-ха. Ой, господи. Ничего себе башня из бутылок. Здравствуйте. А это у вас тут магазин энергетиков? Ну да. А сколько они стоят? У нас все энергетики по 50 рублей. А сколько вот этот стоит? Кстати, тут много энергетиков известных. Аденали Гаш был, Энеджи и там еще много чего было. Этот 80. Ну давайте тогда мне вот этот, который за 40. А этот 90. А за 85 отдадите? Нет, его только за 70 отдам. Ну я могу только за 100 забрать. Ладно, бесплатно забирай. Спасибо. Э, а 100 рублей? Так вы же сказали бесплатно. Все. Сказали, значит так и будет. Бесплатно, но 100 рублей. Ты попал. Хе-хе-хе. Пап, у меня уже 185 тысяч подписчиков в ТикТоке. Ого. Ну это на момент съемки Вайна скорее всего было. А я при чем? Ну вообще-то ты должен был удивиться. А ты кому звонишь? Да есть, там люди одни. Они тебя сейчас отвезут и с другими ТикТокерами познакомят. Будете вместе снимать. А-а-а. Хорош, батя, хорош. О, привет, старичок. Я же тебе запретил эти энергетики хлебать. Они вредные. Пап, вредный здесь только ты. А от одной баночки ничего не будет. Насколько я помню, да. Да, от одной банки энергетика ничего не будет. Если, конечно, не за опыты, блять. Ими. И это ты называешь одной банкой? Напишите в комментарии, Пи, вы когда-нибудь пробовали энергетик или нет. Я вот лично первый раз пробовал. И мой первый энергетик это был аденалин раш. Но я энергетики очень редко пью. Ну да, но максимум две баночки. Чё-то не похоже на две баночки. Ну-ну. Может двадцать две? Пап, ну чё мы сейчас считать эти банки будем? Мы же с тобой взрослые люди. Пойдём лучше с балкона в прохожих похаркаем. О, ну пойдём. Только я первый харкаю. А я второй. Пап, а может зря мы эту бабку сбили на переходе? Да чё нам будет? А вдруг нас искать будут? Я никого не боюсь. О-оу. Да, пап, не бойся. Там просто мент пришёл. Не открывай дверь. Что? Открыть дверь? А, понял. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он же сказал, не открывай дверь. Ха-ха-ха. Приветики-пистолетики. Капитан Мусарилов. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Какая фамилия прикольная. Это вы бабку сбили? Нет. Пап, ты чё, безмозглый? Это же мы были. Так вы или... Опа-на, сынок сдаёт. Нет. Сказали же нет. А зачем ты его так? Нам не нужны свидетели. Ого, классно вы мента вырубили. Я всё заснял. Сейчас... Ха-ха-ха-ха-ха. Тик-ток выложу. О, братик, а ты что тут делаешь? Что делаю, что делаю, братик? Нахожусь. Пап, а его за что? За то, что он тоже свидетель. Но теперь нам нечего бояться. Всех свидетелей кокнули, да? Пап, да? Пап, да? Вот теперь всех кокнули. Комикота. Хотя, я думаю, кто ничего не видел. Ты с работы пришёл. И сколько ты заработал? 160 рублей. Это тебе не хухры-мухры. Алё, братик? О, кстати, коктейль чудо-десерт. Я, кстати, не пробовал такой, к сожалению, коктейль. Но если вы вдруг пробовали, напишите об этом в комментарии, пожалуйста. И напишите, какой у вас был любимый вкус. И ещё, пожалуйста, я вот что вспомнил. Напишите в комментарии, опробовали ли вы такой коктейль, как Несвик. Зачем ты мне звонишь? Посмотрим, сколько нас фанатов Несвика. Я 160 рублей заработал. И чё? Плечо. Я сейчас сижу, и чудо-молочный коктейль пью. И пей дальше. А ты чё, я не понял? Хочешь к моим деньгам подмазаться? Всё, давай, короче, не названивай мне. Мозги компостируешь постоянно. А-а-а-а-а-а. Он всегда так делает. Под ковром 100 рублей спрятал я, я всех хитрый. Пап, ты тут 100 рублей не видел? Под ковром я прятал. А что такое 100 рублей? Ничего не знаю. А где они тогда? Куда ж они тели? Доставка спиннеров заказывали? Да, заказывали. Сколько с меня? Сатыга. Спиннер это вещь классная. Если у кого-то был спиннер или сейчас есть, напишите об этом в комментарии. Куда бы спрятать? Хм. О, сюда точно никто не полезет. Пап, а что это у тебя там? Где? Под книжкой? Ничего там нет. Пустота обычная. Так, режим агента действует. Ха-ха-ха. Пап, что с тобой? Да приснилось, что деньги у меня украли. А какие деньги, которые тебе и не снились? Зато тебе снились. Хм. По факту. Я не понял, где деньги, которые под книгой лежали? Какие деньги? Ты мне сам вчера сказал, что под книгой пустота. Да, кстати. Кучи флип флаки у недич у ниса. Кучи флип фа, в эти бити миса. Да, да, да. Капетики, жители моего города. И чё ты нас тут всех собрал? Ну, чтобы показать лайфхак. Давай быстрей. Ну вот, каждый из вас любит покушать, да? Ну и дальше что? Ну вот, допустим, вы кушаете. А в рот ничего не попадает. Мы берём и переворачиваем ложечку. И теперь нам удобно кушать. Поняли? Ха-ха. Чё за хиромантию нам сейчас показал? Это тот лайфхак, который вы заслужили. А это тот кулак, который заслужил ты. Кстати, да. Ну всё, мужики, расходимся. Полезный же лайфхак. Теперь хоть удобно кушать будет. Ха-ха-ха, по факту. Равняйсь. Смирно. По-моему, это братья, да, по-моему, пошли, я так понял. Все искупались? Да, товарищ генерал, искупались. Ещё позавчера. Кто это сейчас сказал? Алё, братик, не занят? Не, я не занят, говори. Я сегодня вертолёт видел. Он в небе летел. Я тебе не верю. Сейчас я тебе видео пришлю. Я заснял. Я тебе не мешаю? Ну пока ещё нет. Товарищ генерал. Ха-ха-ха, какой он смелый. Смотрите. И что это? Там ничего не видно. Вообще-то там вертолёт летит. Просто ночью плохо видно. Это мой друг заснял. Ты чё мне тут мозги пудришь? Дай сюда свой телефон, солдат. Записывайте, товарищ генерал. 8-918-296-15. Ты чё тут самый отчаянный? Да не, товарищ генерал. Я чай не очень люблю. Алё, папа, приедь за мной. Как это приедь? Ты вчера только в армию ушёл. Да меня выгнали. За что? Без причины. Хе-хе-хе. И... И что у нас будет дальше? Всё? А нет. Ещё один вами будет от Гэй Шипа уже. Наушники называет. Валёк, чё слушаешь? На, послушай. Так. Ха-ха-ха-ха! Чё за говно ты слушаешь? Единственное говно, которое я сейчас слушаю, это ты. Ты чё, попутал, что ли, петушара? Задолбал ты меня всё время петушарой называть. Сам ты петушара. Ты сейчас получишь. Ты сейчас сам получишь. Чё ты, а? Чё? Вы чё тут разорались, пингвины-волосеты? Я сейчас обоих уложу. Кого ты тут уложить собралась? Беги. И запомните, Клопы, главное в жизни это тишина и покой. По факту. Абсолютно было сказано по факту. По-моему, всё, да? Да, всё, помехи и видео на этом заканчивается. Что я могу сказать о данном взломе? Мне очень он понравился. Ну, я имею в виду про вторую часть. Вторая часть очень бомбическая, интересная. Одна легенда, которой давно на канале не было. И все остальные легенды, которые вы могли видеть в реакции на взлом телеканала ТНД от Миланы Маркеловой, который я выпустил всего ровно одну неделю назад. Итак, дорогие друзья, вот и подъехала финальная часть взлома телеканала ТНД от Хасгеймплей 190. Она сделана по стилистику вещания телеканала. Что из этого получилось, мы с вами посмотрим прямо сейчас. Всем приятного просмотра и хорошего настроения. Поехали. Итак, была передача «Однажды в России», далее у нас появляются помехи, а потом появляется настойшая таблица. После чего появляется плашка «No signal». Думаю, она вам очень знакома даже. Кстати, фрагмент передачи «Однажды в России» в это видео я вставлять не буду. Кстати, у нас тут появилась надпись «Вещание начнется через несколько минут». На заднем фоне такое ощущение, что какой-то это телеканал. А-а-а, это ТНД на вот диск. На вот диск, вот так вроде как-то город называется. Если вдруг ошибся, подправьте в комментарии. И появляется старая добрая настойчивая таблица. Я думаю, сегодня в этом взломе, помимо вещания, будет еще что-то интересное. И появляются у нас ожидания сообщения правительства. То самое, которое сделал один пользователь Ютуба еще в далеком 2013 году. Ну, я думаю, это и вы и так без меня знаете. В правом нижнем углу появилась какая-то аватарка. Далее у нас появляется плашка «No signal», что в переводе с английского «Нет сигнала». Такую плашку использовал Black Forest. Мы заканчиваем вещание, спасибо за ваше присутствие. Что? Это все? Кина дальше не будет? Вижу, появилась настойчивая таблица. Давайте посмотрим, что будет дальше. Итак, дальше у нас идет, ребята, «Wine Gray Ship». Днюха. Кстати, тут была одна анимация, но я решил ее пропустить на всякий случай. Ого, видали, как он прикольно выглядит? Навдев праздничный колпак себе на нос и рот. Блин, точно, на голову ж надо. А теперь закрой глаза. Зачем? Надо. Бум! О-хо-хо-хо! С днем, сынок! С дыр-э, Валек! С нюткой, блатитка! вы на реакцию бати посмотрите это классное поздравление ребята очень классное на мое мнение игорек чё случилось что такое что случилось а понимаю понимаю далее у нас следующий войн от грей шипа пицца давайте взглянем идея очень кстати хорошая а я вообще-то пиццу оплачивать буду короче я звоню ну поехали поехали друзья спорят кто будет разговаривать скажем так заказчиком вот это вот это интересный был сейчас момент вайн грей шип дед мороз это уже третий вайн от грей шипа в данном видео кстати тут и тут батя прям на дед мороза похож по мнению валька посмотрите если что это это не борода это пена от бритья фу пена до бритья точнее не понял а где вода валёк иди полей мне из чайника я умоюсь а откуда ты знаешь мое имя ты чё глупой что ли это я батя да я знаю ты батя великого устюга чего у меня вот вопрос к тебе почему ты мне не дарил подарки на новый год который я просил а дарил какое-то говно валёк ты случайно не заболел нет смотри чё у меня есть а зачем тебе скалка сейчас узнаешь хе-хе-хе-хеехеехе блин чё делать то открывай давай о я сейчас дверь вышибу ха-ха-ха а где дед мороз убежал а он ничего тебе не говорил он попросил меня тебе кое что передать что когда сломался телек интересно интересно это известное видео из тиктока очень классная дальше у нас тут вместе катюхи интересно интересно это огни и марат собственной персоной и вообще ничего не дает это что такое реакция бати вот это плохо и громко храпит она же девушка зачем ей это надо я конечно катюху люблю ну кто бы сомневался очень сильно люблю ну не с этим не поспорю интересно хорошая мисс хорошая мальчишки девчонки парам-пам папам так давайте посмотрим мальчишки и девчонки скорее подходите вы историю про катеньку это реакция типа опять опять эту качу услышать не хотите вы я катеньку на море затащил шалаш и дам с катюхой у нас получился я валаш ха 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 х Если кому-то он тоже нравится, напишите об этом в комментарии. Мне будет очень интересно почитать. Ну, давайте посмотрим. О, а вон кто-то идёт. Сейчас будет пранк. Кстати, Лаверис Сэма не было во взломах от Миланы Маркировой. Его, кстати, не было ещё, по-моему, в самом первом взломе от Хас Геймплей 190. Речь идёт про прямой эфир телеканала Рокосель. Реакцию на который я уже снимал. На канале видео есть, можете посмотреть, если хотите. Хотя тот прямой эфир, он взломом, по-моему, не считается. Давайте глянем, что будет. А вы можете меня сфотографировать? Ну, давай, сфоткаю. Вот, возьмите, я камеру уже включил. Как тут у тебя? Пап, ты видел? Я дал ему твой телефон, чтобы он меня сфоткал, а сам от него убежал. Пранк удался. Я же говорил, что это весело. Надо телефон было забрать обратно. пап за что это пранк так ты тоже пранкер ну типа того и классно хороший панк от бати так привет привет братик о братик пришел а чья вода можно попью ну попей ну если он пить хочет успеет но я все выпил вот а можно в машине посидеть может это прикол будет здесь он пытается ее завести братик а можно посигналить ну по сигнале если хочешь поедем на на чем поедем на твоей машине это не моя машина опа на выходи из моей машины не совы потеряйся и хочу опа иди сюда просто выше но вы все косим траву а это к пиво кстати я впервые слышу чтобы верим нас использовал мат твоих войнах впервые слышу сейчас даже нам не попадаются у олимпийка кстати хорошая и олимпийка прям нравится у меня кстати когда-то была такая и пика тоже черного цвета и три полоски на куковах я не понял братик это он нам так он побежал уже иди за ним если хочешь а почему ты убежал да я не убежал братик просто у меня по расписанию была пробежка ты же знаешь что у меня спортивный режим я его и так нормально отметелил что он обосрался да ты весь в меня братик у а куда мы же с тобой спортсмены вот это поворот привет братик привет сейчас пока до тебя шел на меня толпа напала 25 человек так я всех с вертушки вынес ого братик уго ничего себе он дает правда конечно правда брать займи полторы тысячи а ты мне их потом отдашь братик ты чё я щас в банке директором работаю братик ты серьезно завтра на работу пойду там из своего сейфа возьму пару лямов и тебе отдам ого но все брать их жди меня завтра отдам тебе в два раза больше что-то подсказывает что нет опа но зато она вкусная а Интересно, он играет, конечно. По-моему, так неудобно играть, согласитесь? Пап, что-то мне дюжа неудобно так на воздухе сидеть. И что теперь? Купи мне игровое кресло. Игровое? Игровое кресло? Интересно. Бать такой вопрос задал? Да. Ну, сейчас будет. Вот тебе игровое кресло. Самое лучшее игровое кресло 21 века. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А оно точно игровое? Да, конечно, игровое. Оно всем игровым игровое и модное. Что-то я такое в первый раз вижу. Да его даже не рекламируют, чтобы не расхватали. О, другое дело. Да? Конечно. Уникальный дизайн, уникальная сбок. Технология. Такое только одно в мире. И то у тебя. Да нет, спасибо. Я лучше на воздухе посижу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я тебе сейчас его на голову надену. Не налезет. У меня голова большая, потому что мозгов много. Ну, сейчас проверим. Давай. Алло, братик. Почему ты уже две недели не гуляешь? Ну, чё не гуляю, чё не гуляю? Не люблю гулять. Не хочу просто. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что у тебя табуретка на башке? А нет, ты, наверное, не в моё окно смотрел? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Алло, братик, чё звонишь, братик? Ну, чё звоню, чё звоню? Мне Феррари подарили. Братик, мне кажется, это ложь. Вообще-то правда. Тут даже на спидометре 320. Братик, клянись. Клянусь тиктоком. О-о-о-о-о! Теперь верю. Уже хочу прийти и посмотреть. Братик, бери ключи от Феррари и пойдём на улицу прокатимся. О, братик, так она у меня здесь. Где? Вот. Ничего себе! Вот это красивые наклейки. Это же шкаф. Братик, шкаф здесь только я. А это Феррари. Не завидуй. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. так что это с ним ну здорово мэр нашего города приветствую я слышал вам в охрану нужны крепкие здоровяки ну да нужны зови их сюда ну это я вообще-то а ты ладно тогда беру тебя к себе в охрану служу да тут вообще работа легкая я ничего не делаю на деньги платят всем оставаться на местах это пасе посещение покушение потушение ты чё сидишь а что мне делать защищай меня он перепутал сейчас было лучшая защита это нападение меня батя так всегда защищает на а а а а прикольно кукурузные палочки оттуда там ешь дай мне попробовать подвох какой-то вкусные кукурузные бабочки из кукурузных палочек мне больше нравится кузя и гуди кстати напишите в комментарии нравится ли вам кузя я пока грузные палочки что говорю так портить на забери это как это как он сделал их же там немало вроде бы ну ладно какой классный сон хочу еще братик мне кажется зря ты это сделал а что мне будет все равно это сон что тут происходит ничего просто я щас курить собираюсь братик дай зажигалку ты чё это мама еще что мама пришла хочу мне бояться все равно это сон он думает что это сон насколько я понял так смотрите батя мама пришла брат и даже ваиком пришел в том сне не хватило сейчас добавлю братик мне кажется теперь тебе не жить кстати да что это же сон или нет по ходу ты попал раз-два-три прикольно что вот хлеб вот сдача сдача ну да ну давай сюда на не понял братик так там же вроде не было сдачи я знаю братик это я свою тысячу ему отдал это пранк над батей сдачи не было а я свои деньги ему отдал как будто бы сдача была вот и пранкер я знаю опытный пранкер скорее всего я так думаю ну давай на физического братка привет я себе новый айфон купил новый и сколько он стоил так если я сейчас скажу ему что я купил телефон за 100000 что он меня грохнет так а что ты скажешь тогда да недорого всего три тысячи рублей ничего себе 5000 купи себе что-нибудь подороже ничего себе с этим твоим дешевым похожу что-то судя по модели он не такой дешевый смотри я татуировку набил ухты так я не понял а кто тебе разрешил никто а почему ты тогда ее набил но захотел и набил ну я тогда тоже хочу набить а что ты набьешь твое лицо беги мое лицо а куда набьешь сын просто потому что батя тоже будет татуировку делать о колу пьет кстати это кола насколько я понял кола за гол и сахара который напишите в комментарии пробовали вы ее или же нет юноша я не понял ты чё эту химию пьешь пап ты чё чокнутый это не химия это кока-кола говнула отдал ее сюда она вредная для здоровья она не вред по моему кока-кола зырл я по смогу ошибаться и после на этикетке увидел то написано кока-кола зырл но возможно это не кока-кола зырл я сказал вредная потом будешь ходить и ныть что у тебя что-то болит ничего у меня не будет болеть он споткнулся скорее всего только кто бутылку на пол-то бросил я кажется руку сломал а я тебе говорил что это твоя друзья вы все знаете что это выдуманная ситуация ну шо дядька сломался нет просто решил что руки сильно чисты дай-ка их испачкаю конечно сломался что не видно сейчас помогу ну помоги проблема далеко не там где ты думаешь так вот это лоу просто и чё это за чучело было о gta 5 на экране монитора фанаты gta 5 если вы тут напишите в комментарии давай заканчивай с этими играми своими они на психику плохо влияют ну кстати насчет этого да но я надеюсь что вы играете в компьютерный игры только с целью удовольствия они с другими целями я очень на это надеюсь и на такую психику она не влияет ни капельки чет не похоже мне кажется так будешь сникерс это по-моему баунти если я не ошибаюсь это баунти по-моему да давай сникерс и баунти отличаются это баточки раз разные да но производит их одна компания насколько я знаю продолжение серии пранков над батей так дальше появляется настоящая таблица и у нас появляется надпись вещание начнется через несколько минут и насколько я понял взлом на этом и заканчивает а кстати да взлом на этом заканчивается все ребята данный взлом подошел полностью концу подведя итоги данного взлома хочу сказать следующее хоть данному взломы и три месяца сейчас но тем не менее тем не менее он мне понравился как геймплея 190 огромное спасибо за данный взлом он мне очень понравился если вам тоже обязательно посмотрите его оригинал ссылочки конечно же будут в описании под видео на этой чудесной классной ноте каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео слушайтесь маму мочи руки с мылом и будьте самым игром и а значит оставайтесь сами собой ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик расскажите о вам канале своим друзьям делитесь этим видео в других социальных сетях и не забудьте также подписаться на меня в других социальных сетях а также по возможности и или пожеланию поддержать дядю тему копеечкой все ссылки в описании под этим видео в описании под видео также будут ссылки на оригиналы данного взлома на этом я заканчиваю всем пока спасибо за внимание